Друзья, всем привет! Меня зовут Никита. Сегодня первое, посленовогоднее видео. И что бы хотел разобрать? Меня часто при покупке спрашивают, как подобрать лук, чтобы он подходил по росту, по вытягу, по силе. То есть, это делается все довольно просто. На примере вот этого экземпляра покажу и расскажу немного про этого плана луки еще. Смотрите. Есть короткие луки? Вот такие, как этот. Есть длинные луки, там, лонг, боу, другого плана. Каждый лук сам по себе, как бы проще так, он гнется до какого-то предела. То есть, вы вытягиваете его, там получается такой график, как бы он гнется, гнется, гнется. И в каком-то моменте начинает кривая уходить вверх. То есть, лук начинает дубить, то есть, переходит в зону стека. То есть, уже не гнется когда, а начинает сила возрастать уже. То есть, идет перелом. Если короткого плана луки и такого типа, то зона стека начинается где-то в районе 65 сантиметров. То есть, 60-65 сантиметров и начинает потом переходить. Если чуть-чуть там, то это не сильно. То есть, там плавно-плавно она начинает переходить в перелом. А потом начинает резко увеличиваться. То есть, до зоны стека и туда лук будет тянуться нормально. Больше он просто встанет уже. То есть, больше гнуться ему некуда будет. И начнется идти уже разрушение луков. Поэтому для комфорта и стрельбы всегда спрашиваю у человека рост. Его рост, либо размах рук. То есть, обычно это совпадает. И рост, и размах рук. И вот, выкладывал в инстаграме фотографию. Размах рук в сантиметрах мы делим на 6.25. И получаем примерный вытяг в дюймах. С моим ростом по вот этому расчету получается где-то 69-70 сантиметров вытяга. То есть, такого. А на моем деле 72 сантиметра. То есть, я вытягиваю на 72 сантиметра. Мне так комфортно. Это обычным хватом. Вот таким. Не под кольцо. Под кольцо понятно, что идет дальше. И там нужно уже другие луки, которые будут по-другому работать. То есть, более другой формы, которые работали и под кольцо. Мы вот с такого подобного хорна моего, только 53 дюйма, которые стреляли, с кольцом спокойно. Где-то у нас 88, там, ой, 88 гоню. Где-то 78 сантиметров у нас вытяга было. И нормально мы отстреляли с него. То есть, вот почему я всегда спрашиваю. И смотрите еще какой прикол. Чем лук, как вам сказать, легче по силе натяжения, тем у него зона перелома смещается чуть дальше. То есть, чем он сильнее, тем быстрее он начнет дубить. Чем слабее, тем дальше будет и комфортнее он тянуться. То есть, зона перелома вот этой линии стека будет немного дальше отходить туда. Вот почему еще спрашиваю. Потому что если у человека рост там 1,90 гонки, то если ему взять лук, который там 40 фунтов на 28 дюймов, то он просто его упрет уже. Все, ему некуда будет тянуть. Он уже будет на разрушение идти. Потому что уже слишком жесткий лук. И на большой вытяг он не пойдет. В общем, вот так. Если лук слабее, да, он будет дальше тянуться и более комфортно. И нужно под стрелка делать либо размер лука другой, либо варьировать силы. То есть, вот такого плана. Все свои луки, которые я делаю, все, я стараюсь подгонять. Ну, под 28 это будет стандартный, традиционное расстояние вытягивания. То есть, 28-29 дюймов. Все изомеры по этому делаются на этом расстоянии. И все луки стараюсь подделать под этого. Либо на заказ, когда человеку нестандартный какой-то, да, там мы уже варьируем под его потребности. Вот по этому лупу. Меня довольно часто задают вопросы. Это мои хорны, которые уже с цельноклеенными рогами. То есть, у меня спрашивают три вопроса по нему. Первый вопрос был, делаю ли я без бугра рукоять? Предыдущие луки, ну, если вы видели хорну, то здесь у меня был бугор. То есть, рукоятка не вот такого плана, а здесь еще в середине я делал бугор. Для более удобного хвата. Как бы стреляя и с этим, это тоже удобный вполне. Если еще кожей подмотать, то будет вообще супер. Там, надо вам оно или нет. Почему я эти луки в цене не поднимаю, они у меня недорогие, даже дешевле, чем вообще такого плана луки почти в половину у других мастеров. В этом плане вы можете его кастомизировать. Здесь подмотать нитку, допустим, здесь обмотки. Либо кожу положить, либо что-то подклеить сюда-туда. То есть, для кастомизации можете его разрисовать, то есть, раскрасить. Либо что-то выжить, что есть полностью как бы на ваше усмотрение. У меня вот люди брали, многие просто кожей подматывали сюда и делали полочку, потому что без специальной перчатки начинает сильно счесывать палец. Вот здесь, когда держите, если еще и с кольцом, то довольно царапает палец. Да, значит, первый вопрос. Я делаю и стандартного вида, без вот этого бугра здесь. Следующий вопрос у меня был. Сколько он весит и нет ли хэнштока? То есть, хэншток это отдача имеется в виду. Отдача встречается только на полностью стеклопластиковых луках. Когда тяжелые рога, то есть, вы стреляете и удар идет в рукоять. Ну, кто стрелял, наверное, те знают, что это такое. В этом луке этого нет. Лук весит полностью с тетевой до кроновой 350 грамм. И рога максимально облегченные. То есть, нет никакого хэнштока. Ну, это вам надо пострелять и понять. Я вам говорю, вот отвечаю, хэнштока на них нет. Следующий вопрос еще, какой у меня спрашивали, скорость. Мне самому не доводилось мерить скорость этого. Но страйкболисты у меня брали, ездили на сходку, стреляли. И стреляли через хрон. Какими стрелами, точно вам не скажу, я не помню уже. Но стрелы были клен, нет, точно, стрелы были точно кленовые, в районе где-то 30 грамм. 30-31 грамм. Как бы обычная стандартная, не липа там легчайшая, а обычная стрела, то есть, вот такая. И такой лук, по их словам, не превышал больше 50 метров в секунду. Больше 50 не набивал. То есть, где-то 45-50 метров в секунду. Вот такой толстый докроновый тетивой, как бы он бьет. Вполне отличный результат. Стекло Бирпау стоит, никаких сверх приколов, не знаю, обычный лук. Дэкс конь штока, стреляете хоть такими стрелами, хоть такими, как бы вообще проблемы никакой нет. Короткий. Вот этот лук 51 дюйм. Тот был 53, этот 51 дюйм погибающий. То есть, рога короткие. И буду еще длинные варианты там повыклеивал, тоже работаю. Ну вот, спрашивали, вот специально показать. Вроде бы на все такие вопросы самые, которые у меня задают по этому луку, я ответил. И по вытягу, по этому разобрались. То есть, поняли, по росту мы высчитываем ваш оптимальный вытяг под обычный хват, не под кольцо, под обычный хват. И уже, если у вас большой рост, то нужно брать просто лук послабее, либо делать специально вам другие размеры, менять немного, либо рукоятку больше, либо плечи. Но я в основном плечи не трогаю никогда, только рукояткой меняюсь. Либо толщиной пакета, то есть силой лука. Вы подбираете, кто повыше, там послабее, потому что все равно на его вытяге будет большой, большая сила. Кому поменьше, тому можно посильнее. То есть, вот таким планом варьируется. Поэтому я всегда стараюсь спросить у человека, какой у него рост, какой вытяг, и под него непосредственно подобрать тот лук, который ему подойдет. Там предлагают то, что у меня есть в наличии, либо то, что мы делать будем на заказ. И вот, по этому луку, вроде бы, вам все ответил. Так что все, друзья, если понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Если что-то не то сказал, не досказал, пишите комментарии, как бы обоснованные, что не так, что так. Что бы вы еще хотели услышать по поводу луков, интересных, таких простых, непростых вопросов. Пишите в комментарии, ставьте пальцы вверх, заказывайте, покупайте. С вами был Никита. Всем пока! Продолжение следует...